В этом ролике я построю огромную стену и разделю город на две части, в каждой из которых будет своё государство со своим мэром. По сути, мы воссоздадим Берлинскую стену, которая отделяла государство ФРГ и ГДР. А за такую идею спасибо этому подписчику. Пишите свои идеи в комментариях, самое залайканное будет исполнено в следующем ролике. Поехали! Здравствуйте, президент ГДР. Добрый день. Очень приятно вас снова видеть. Когда-то мы были одной страной, но эта война изменила всю. Между нашими городами появилась стена. Я, собственно говоря, был инициатором построения этой стены, потому что все добропорядочные люди, естественно, с*** были сюда. Я лично за то, чтобы этой стены вообще не было. И мы объединились. Я лично за то, чтобы стена была, и мы не объединялись. Нужно больше людей впускать в эту часть страны. Вы видите, как вы плохо живёте? Люди сами стремятся к нам. Да как вы смеете так говорить? Да что вы из себя представляете? Я не согласен с вами на всех политических уровнях. Я буду не поддерживать ваши мысли. Пожалуйста, съесть со стола, дружище. В общем, я против отказа от стены. Знаешь, в принципе, видя то, какие люди здесь живут, я полностью согласен, чтобы сохранить пока что стену. Прощай, Вальтер, прощай. Да вы проведите меня, пожалуйста, в мою часть страны, в моем ФРГ. Где вы? Стена, которую мы построили, чётко поделила всю карту и заняла огромное количество места. В этом ролике вы увидите геймплей как с моей стороны, я руководил ФРГ, так и со стороны моего друга Тавянского, президента ГДР. Посмотрим, к чему приведёт нас это противостояние и самое главное, как игроки будут взаимодействовать со стеной. Итак, нам нужно разделиться на группы, которые будут охранять разные части стены. Те, кто возле мэрии, там, где находятся как раз-таки КПП, нам нужно где-то 4 человека, потому что там основной пассажиропоток, так сказать. Давайте вы первые 4 пойдёте туда. Остальные 5, давайте я вас лично распределю. Первые 4 сюда, как я и говорил. Остальные за мной. Мэр, у меня родственники на другой стороне. Да, 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 конечно. Вот эту часть тоже охраняйте, она тоже очень важная. Через неё можно перелезть, если что, там есть смотровая вышка, но она, конечно, всё не может покрыть. Вопрос вокруг. То есть те, кто заходит на линию расстрела. Те, кто перелазят забор, паркуристы, хуисты, анонисты, их, да, расстреливаем сразу. Вот, и, пожалуйста, фиксируйте все провокации со стороны, вон, пи***тся, вот этих вот зарубежных. Это обязательно нужно делать. Вот, докладывать мне. Мэр, мэр, у нас очень важное дело. Там ломаются наши заборы, а ещё мы нашли проходной путь через метро вниз сюда. И могут сюда проходить нерегалы. Покажите, покажите. Что произошло, пограничники? Тут кто-то попытался стену взорвать. Так, понятно. Ну, стена крепкая, её просто так не сломаешь. Хорошо, заделайте проходы. Расскажите мне про проход через канализацию. Пойдёмте вам покажем. Смотрите. Они не показывают свои удостоверения, хоть я им даже... Здравствуйте, граждане. Можете открыть? Это криминальный панк. Это канцлер. Сейчас. Мы никого трогать не будем. Аж объясните мне, что здесь у вас происходит? Ну, просто вкратце. Это КПП. Чтобы люди не могли проходить и переходили границу незаконно. Я понял, хорошо. У вас есть разрешение на это? Потому что вы же не полицейский. Мы добрые. Да. Можно у вас помочь, не? А, слушайте, мэр, это канцлер. Вы знаете кто? Это, короче, все из ГДР, они нам пришли помочь. Да, мы пока не за кого, но мы хотим быть за вас. А скажите мне, что там в ГДР происходит? Я слышал, что там диктатура, там даже Чернобыльское ОС построили. Там вообще очень загрязненный воздух, там дышать невозможно. Все воняет каким-то отходом. Ну, понятно, я не удивлен. Ну, хорошо, я даю вам амнистию и могу выдать вам паспорта ФРГ. Ложите ваши ГДРовские паспорта, они вам больше не нужны. Левкен положил паспорт ГДР. Я взял паспорт и кинул его в помойку. Оформил паспорт ФРГ. Слава ФРГ. Слава ФРГ. Не надо никого славить, мы в демократическом обществе. Мы все равны. Блин, жалко. Только что перелез человек в наручниках. Ну, арестовывайте его сразу. Убивать не надо, арестовывайте. Вы будете арестованы по приказу президента. А это кто? Да, блядь, чё. Шарик, шарик, здорово. Чего у тебя, блядь, в бедре нахуй сидит? Это нормально или что это? А я у него на коленке сижу. На коленке сидишь? А может ты слезешь с него? Я там не знаю. Он хочет быть гражданином где. А вы откуда сюда пришли? Да сам не знаю, правда. А как вас звать? Да, тоже не знаю. Так, пожалуйста, пожалуйста, в тюрьму до выяснения обстоятельств выяснить лично человека. Если что, отправьте его в обезьянник на суд, соответственно. Ну, человек просто не в адеквате. Товарищ Вайтер, пошлите покажу АЭС, она в лесу. Пойдем, пойдем, пойдем посмотрим. Ебать, а это, блядь, ЧС, что ли? Еб-то уйди. Пиздец. Что, блядь? Чернобыль 2-0, нахуй. Это незаконная пристройка. Ну, блядь, понимаешь, в чем проблема? Законная-незаконная пристройка, но это как бы не ларек, блядь, в центре Москвы. Это целая атомная электростанция, нахуй. Что ж, как видите, у Тавянского в его ГДР все хорошо. У меня же постоянно доклады о шпионах и подрыве КПП. А теперь еще и это. Товарищ канцлер, товарищ канцлер, на вас покушение готовится. Я был в канализации, и когда проверял КПП, там люди говорили, что вас хотят убить. У них там огромное... Это ГДР? Я не знаю, кто это. Проверьте, проверьте. Ладно, вся полиция. Берите оружие и проверьте, что там происходит. Сейчас я свяжусь с президентом ГДР, потому что эти провокации на границе, а также то, что мне постоянно докладывают, мне кажется очень странным. Поэтому, пожалуйста, покиньте мой кабинет, я должен быть в тишине, я должен позвонить. Это канцлер ФРГ, это Людвиг, здравствуйте. Канцлер ФРГ, извините, я немножечко ошибся. Что такое ФРГ, пожалуйста, напомните. Как вы вообще... А, как вы смотрите. Это такое. Это такое черное пятно на карте Германии, просто. Ижбин, ижбин, ах. Блин, швайны чехословакич, бля. Скажите мне, почему вы концентрируете большое количество войск на границе? Это, во-первых. Во-вторых, почему вы присылаете к нам шпионов? Пять шпионов было выявлено за пять месяцев. Так, смотрите, на все ваши вопросы есть один контрольный колоссальный ответ. Почему, соответственно, это происходит? Это происходит почему? Потому что... Вы понимаете, что это приведет к войне, к войне? Вы хотите ядерной войны? Если Советский Союз вмешается и США вмешаются, то это все, это конец. Поэтому давайте, смотрите, что мы сделаем. Для того, чтобы Америка и прочая хуета не вмешалась в войну, и войны вообще не было. Послушай ты, говнюк, да ты поклонник Гитлера, я знаю. И еще и Сталина, к тому же. Поклонник Гитлера? Вообще-то мои предки воевали с этим Кондурасом. Мои тоже. Мы... Кто? Кто Берлин взял? Ну-ка напомни мне, пожалуйста, кто Берлин взял? Союзники. Красная армия. Союзники. Красная армия захватала Берлин, блядь. Рейхстаг флаг красный был, блядь. Сука. Блядь, я сейчас лично вас пробомлю нахуй. Нам нужна мобилизация. Держите границу, держите границу. Они уже скопливают войска, я вижу, я вижу. Займите оборону вон на тех вышках, на выступах. Заберитесь на стену. Сделайте баррикады. Мы будем защищать свою страну. Так, всех гражданских, которые находятся на территории ГДР, задерживаем и берем их в полицию, чтобы они брали в руки оружие. Происходит мобилизация, так называемая. Проводим мобилизацию. Вы знаете, я не хочу какать. Вы знаете, я не хочу какать. Не надо, не надо, не надо прям просто заставлять. Говорите, все, объявлена мобилизация. Пихайте повестку, ебать. Да у меня военного билета нет, я несовершеннолетний даже. Во время начала Великой Отечественной войны 16-летние мальчишки приписывали себе два лишних года, чтобы идти защищать свою родину. А ты пытаешься отъехать от темы. Что же ты за человек такой? Ты что, не любишь родину свою? Он ваших людей убивает. Так, припишите ему четыре лишних года, отправляйте на фронт, срочно. Все, задерживаем. Защищайте, да, главное здание, обязательно защищайте. Обязательно защищайте Рейхстаг. Надо бойницы поставить, обязательно. Обязательно, обязательно. Надеюсь, выживем, парни. Надеюсь, выживем. Извините, а вы не можете мне рассказать? Сделайте предупредительный выстрел ко мне-нибудь в голову, а в случае неповиновения сделайте несколько выстрелов предупредительных в голову. Не знаю, блядь, вроде как это говорят, что они начали... Ой, все, 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 походу, все уже началось. Это снайпер, это снайпер, блядь, дай пройти. Там по моим сообщениям очень сильное обострение. Канцлер, канцлер, закройте, блядь, быстрее. Я не буду уходить от проблем, там сильное обострение на границе. Откуда стреляют? Понятно, они стену пересекают. Усильте оборону, смотрите вверх, это очень важно. Прекратите стрелять, прекратите стрелять. Нет, тут слишком опасно, я выхожу. Там слишком опасно. Господи, уже теракты на нашей территории даже. Уходи, уходите, там нахрен еще боятся. Зачем вы вообще вышли, блядь? О, черт они... Там гранаты кидают сверху, офигеть. Держите оборону. Да, пиздите их все. Да, алло. Как ты посмел, ты напал, ты напал на нашу страну, на ФРГ. Ты нарушил договор. Ты нападал. Ты нарушил договор. Вы начали провоцировать, вы начали провоцировать границу между двумя частями города на перестрелку. Вы захватили, вы захватили наши КПП, я сейчас говорят мне, люди, по моим сообщениям, по моим сообщениям, вы первые открыли огонь. Людвиг, 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 послушай меня внимательно, Людвиг, текай в сраку! Итак, идем в наступление. Наступление, вперед, передавайте, идите в наступление, открывайте КПП, блядь. Эх, вперед, вперед, за антизну, за нашу, за родину, пиздить. Можешь вопрос, что тут происходит? Война между ГДР и ФРГ. Больше я ничего говорить не буду. Почему так близко, я слышу выстрелы. Где они? Закрытое КПП полностью уничтожили. Как вы могли это допустить? Я не спущу, ладно, я спускаюсь в бункер, я спускаюсь в бункер. Я выпускаюсь. Они, ну, подходят. Спускаюсь в бункер. Мой бункер, я надеюсь, уже полностью готов, ну, частично. Не думал, что закончу, как Адолью Гитлер. А где моя Ева Браун? Не надо убивать самого себя, пожалуйста. Да не, не, я пока просто и просто в бункере. Убивай, 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 убивай. Это наше? Это на поражение. Не знаю. Слушайте, может подписать все-таки капитуляцию? Потому что, ну, мы не можем воевать. Мы не можем вечно воевать. Нужна еда. Я понимаю, с припасами у нас проблема. Мы просто тут забаррикадировались. Отсюда выйти мы не можем. Это подпишите документы, все. И все, это закончится. Вальтер, пожалуйста, мы были друзьями. Прекрати эту войну. Вижу, ты резко изменился в голосе. А что же случилось? Я всегда был за демократию. Я всегда был за свободу. Я всегда был за то, чтобы мы дружили. Только если ты сейчас сложишь оружие и дашь дроп. Чего? Че ты несешь вообще? Хорошо, ладно, серьезно. Сдавайтесь, и вы будете пощажены. Короче говоря, вас не убьют. Пожалуйста, что с нами будет после того, как мы сдадимся? Я скажу вам, что с вами будет после того, как вы не сдадитесь. Ты не оставляешь мне выбора, Вальтер. Но я надеюсь на то, что наша дружба сыграет роль в том, что я сейчас сделаю. Ну что ж, тебе только и остается, что надеяться. Но у тебя нет выбора. Сложить оружие. Мы сдаемся. Выходим отсюда. Все. Пипец. Ужас. Мы сдаемся. Все, я провожу. Мы сдаемся, мы сдаемся. Мы сдаемся. Мы сдаемся. Официар Фермос. Мы сдаемся. Я сейчас объявлю капитуляцию. Я сдаюсь. Вальтер. Вальтер. Пришел. Я вижу, я вижу, не вижу. Ну что вы хотите мне сказать? Я вас очень внимательно слушаю. Ну, мы договорились. Мы сдаемся, а вы нас не будете трогать. Меня убили. Ты просто так резко исчез, это просто пиздец. Мы так угорали сейчас. Просто телепортация, блядь. Честно говоря, я так и не понял, как я умер, но из песни слов не выкинешь. Все завершилось моей смертью, получается. Сама же отыгровка вышла очень крутой и динамичной. Люди грамотно обыгрывали свои действия вокруг стены. И, на удивление, во время съемок этого ролика практически не было РДМа. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также пишите свои идеи в комментариях. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова